На днях обитатели одного из домов на Ботанике в Екатеринбурге пережили почти что стихийные бедствия, разгромившие у них аж два подъезда, а оказалось это всего лишь один невмеру развеселившийся молодчик, продолжил всеночное плясание на вписке с сольным исполнением с выходом, причем почему-то с выходом в голом виде и с погромом. Его, конечно, спеленали, но перед тем, как покинуть, он оставил аборигенам знак свыше. Дело было в ночь с субботы на воскресенье в десятиэтажке с пролетарским номером 16, но корпус один по улице Шварца, академика Шварца. В одной из квартир громко на всю Ивановскую тусила молодежь. Понятно, что они не стихи Пушкина в голос декламировали, а плясали под невмеру громкий музон и рвали глотки. Одну из соседок это в конце концов достало, и она героически сходила-сделала им замечание, мол, ночь на дворе, спят усталые игрушки, книжки спят, а вы им мешаете. На удивление, визит соседки прошел без малейших инцидентов. Ее даже послушались и даже вырубили музыку, но это было то самое затишье, которое вот прям перед бурей. После безмузыкальной паузы из квартиры стали доноситься звуки такие, что уж лучше бы музыка продолжалась. На хате явно разразилась драка, судя по грохоту. Ну а потом и состоялось то самое голое хождение в народ одного из развеселившихся до потери тормозов и одежды. Он из квартиры просочился в подъезд номер три, где и стал громить, что мог. Пострывал кнопки дверных замков, расшвырял мусор, а главное внимание уделил лифту. Вытащил из крепежей зеркало, разбил его и, судя по всему, при этом сам себе причинил кровопускание. На полу и на стенах остались следы крови, причем на полу именно отпечатки босых ног. Пришлось этому донору вызывать скорую. Он голый, весь в крови, начал крушить с третьего подъезда, потом в первом подъезде его уже забрала скорая. Приводит слова очевидец и портал Е1. Однако, уходя, он оставил знак 5.15.5 свыше, прикрепленный над мусоропроводом из категории особых предписаний. На дорогах он трактуется как начало полосы, но осенью на мусоропроводе скорее означает начало раздвоения личности с левым уклонизмом. Короче, анархист оказался.